Мы потратим всего лишь немного времени, часик, но я думаю, этот часик изменит Ваше представление именно о интернет-проекте, интернете в целом. Я представлюсь, меня зовут Елена Корзинок, индивидуальный предприниматель, участник проекта «Территория роста». Немножко о себе. До того, как я стала участником проекта «Территория роста», я закончила университет, работала на государственном предприятии, также работала на частном предприятии, поэтому у меня, я думаю, есть с чем сравнить для того, чтобы увидеть положительные стороны именно нашего проекта. Сейчас я нахожусь в декретном отпуске, у меня подрастает маленькая дочка, ей в ближайшее время скоро исполнится два годика, поэтому еще плюсы этого онлайн-проекта в том, что я могу проводить больше времени со своей семьей, уделять им больше внимания. Конечно же, это драгоценные минуты, которыми хочется насладиться, и плюс еще к этому интернет-проект не дает развиваться личностно, развиваться в том плане общения, потому что многие навыки, которые я здесь приобрела, я их не имела до этого. Итак, наш проект называется «Территория роста», но я думаю, любые наши желания все равно упираются в возможности денежного плана, поэтому я сегодня вам бы хотела рассказать, конечно же, все плюсы нашего проекта и какой доход дает именно наш интернет-проект «Территория роста». Давайте посмотрим, наверное, с того, почему именно интернет-проект. Потому что, если посмотреть статистику, идет рост числа пользователей интернета. Конечно же, у каждого почти в семье, если спрашивать, у каждого почти есть или компьютер, или мобильный телефон, у которого имеется доступ к интернету. Каждый из нас используется абсолютно по-разному. Даже сейчас молодые детки и кто уже умеет пользоваться интернетом, бабушки, все его славы, потому что видят его перспективы. Кто как использует интернет и для чего все нужны. У каждого используют для разных целей. Кто-то, например, проводит досуг, играет, кто-то использует для того, чтобы общаться. Почему именно интернет? Потому что безгранично абсолютно в каждом уголке земли есть. Поэтому, если говорить об общении, вы можете найти в социальных сетях и не только тех людей, которых давно не видели, которые находятся за тысячи километров, которые очень далеко, но очень дороги вам. Поэтому кто-то использует интернет для общения. Точно так же сейчас в виде перспективности направления интернет используется для того, чтобы оплачивать коммунальные услуги, коммунальные платежи, телефон, заказывать билет, заказывать, бронировать гостиницы. Если говорить о интернете, то сейчас даже если говорить о банковских сферах, то большинство банков сейчас приветствует, если вы оплачиваете, не выходя из дома, через интернет что-то для себя делаете, какие-то платежи осуществляете. Пожалуйста, для того, чтобы, ну, одновременно и проверить себя, скажите, делали ли вы какие-то платежи через интернет, пользовались ли вы этими услугами. И точно так же скажите, пожалуйста, поскольку если покупаем через интернет, оплачиваем, то делали ли вы какие-либо покупки с помощью интернет-магазина. Конечно же, поскольку сейчас жду ваших ответов, почему сейчас очень быстро растет вот эта вот система интернета. Потому что в первую очередь, во-первых, это перспективно. Большинство предпринимателей, которые раньше для себя работали стандартным способом, продавец-покупатель, сейчас очень многие переходят в систему интернет. Например, какие? Ну, вот самое, которое приходит на ум, бытовая техника, система, ну, к примеру, там, пятые элементы, продукты точно так же вы можете заказывать с доставкой на дом. Очень много на слуху, потому что это перспективно. Почему? Почему многие предпочитают делать покупки через интернет? Ну, во-первых, вы экономите свое время, потому что вам не нужно ходить по магазинам, а в больших городах, в большинстве случаев, поход по магазинам занимает от дня. Да, и в большинстве случаев это потраченные нервы, ну, и плюс к этому это минус своему спокойствию, конечно же, минус времени, проведенную с семьей. Почему еще мы делаем покупки через интернет-магазины? Потому что это выгодно. Цены напрямую от производителя, если вы покупаете через интернет, вы покупаете напрямую. Большая часть тех производителей делает всегда скидки, участие в акциях каких-то. И, конечно же, поскольку это перспективно, выгодно, удобно, то эта индустрия растет. Эта индустрия идет вверх, и здесь вы видите на слайде представлены прогнозируемые объемы продаж именно в магазинах интернет. Здесь данные представлены в триллионах долларов, но я скажу, что это направление перспективно растет не только в мире, но и у нас в Белоруссии и во всех странах. Что, если говорить именно об интернет-проекте, который у нас? Он ставит свою определенную цель для каждого из его участников, и какие же это цели, какую мы ставим общую цель нашего интернет-проекта? Я немножко начала рассказывать о себе. До того, как я стала участником интернет-проекта, я скажу, что я из обычной семьи, мои мамы и папы, как и все, работали, закончили университет, пошли работать. И вот я видела эту картинку, и мое представление было, что я закончу школу, поступлю в университет, учусь и так пойду работать. То есть у меня не рассказывали о том, что можно как-то по-другому, можно как-то по-другому для себя что-то искать. То есть у меня была такая картинка. Вот здесь вот представлено четыре таких вот картинки. Называется эта теория известного финансиста Роберта Киасаки. Этот известный финансист, он издает книги, очень много вы можете найти, либо в интернете, либо зайдя в книжный магазин. Причем чем уникальна вот его система, его книга, его обучение, то, что он учит не только сам зарабатывать деньги, но и учит других. Так вот, его такая вот схема, либо такая теория называется денежный квадрант. И что выключается вот в этот денежный квадрант, о чем она говорит? Что все люди по уровню дохода делятся на четыре категории. Первая категория, я каждую из них по чуть-чуть, и в итоге подведу, какую же цель ставит наш проект. Первая категория, это категория рабочих. Чем она отличается? Тем, что это все категории, которые относятся к работникам по найму. Кто это такие? Это парикмахер, это строитель, это воспитатель, это педагог, это вахтер, это продавец в магазине, это директор в магазине, если он работает по найму на кого-то. Это все, что угодно, если у вас есть начальник. Если вы работаете, либо если ваши знакомые работают, и у них есть начальник, это относится к категории рабочих. Какие в этой категории есть преимущества? Есть плюсы, есть минусы. Во-первых, это стабильность. Это в основном приводит как плюс, что вы стабильно всегда каждый месяц получаете определенное количество купюр, которые можете потратить на свои желания, на какие-то нужды. Но минус этой стабильности, что всегда есть потолок. И даже, как сейчас очень часто слышу, этот потолок всегда хотят снизить. И если этот потолок хотят снизить, то всегда страдают ваши желания, вы не всегда можете потратить их на семью. Я часто слышу, что в этой категории и у многих, кто работает по найму, у кого-то сокращают премию, или у кого-то сокращаются слады, или у кого-то за что-то решают. Но в любом случае эта стабильность не так хороша. В чем еще стабильность заключается? В том, что минус, наверное, этой категории, вы работаете в большинстве случаев в этой контрактной системе. И не всегда, очень часто, когда приходят к концу контакта, не всегда люди уверены в том, что им перезаключат контракт. В том, что на их место, если оно хорошее, денежное, кто-то под знакомство не устроится. О чем еще говорят? Это стабильность. О том, что отпуск по распитанию гарантированно в том, что оплачиваемый больничный. В большинстве случаев я слышала, что больничный, даже если он и оплачивается, то в таком количестве, что человеку выгоднее идти работать даже в больном состоянии, чем пойти на больничный и хорошо вылечить. Если говорить об отпуске, то очень часто я слышу, что отпуск по распитанию. А если семейная пара хочет съездить отдохнуть, то это в большинстве случаев у кого-то зимой, у кого-то летом, и вот в итоге едет по отдельности. Ну, это в кавычках, конечно, но отпуск расстроен. Даже если вот какие-то праздники спланировать, семейный отбыдок или, например, поход в какое-то торжество, юбилей, свадьба, то очень часто мне приводит к причине, что я, увы, не смог приехать на торжество, потому что меня просто не отпустил ночами. Или мне просто завал. У меня монететия работают, ну, так сложилось, работают в банке, и это аврала, когда наступает такой период, как Новый год, она не может прийти, нормально встретить праздник со своей семьей, потому что Новый год это подведение отчетов. То есть любая профессия, даже если брать какую угодно, у меня есть свои минусы. И минусы в большинстве случаев, что есть потолок, вы не можете распоряжаться своим временем, и вот сейчас по Витебску средняя зарплата, у меня 3-4 миллиона, вот такую сумму называют. И вот все желания, которые хочется дать себе, свои дети, своей семье, ты их не можешь осуществить, потому что этих денег катастрофически не хватает. Так вот, из этой категории рабочий, когда ты работаешь по инлайну, не важно, директор, продавец, но все равно ты работаешь по инлайну, у тебя есть потолок, и есть человек, который тебе укажет, ну, в кавычках, твое место, из этой категории многие люди, которые более предприимчивы, более, как говорится, инициативны, открывают собственное дело и переходят в следующую категорию. Так вот, что это за категория, те люди, которые открывают собственное дело? Это, например, вот все тот же парикмахер, который начал работать сам на себя, который сам обслуживает клиентов, сам решает, когда это ему сделать. Это строитель, который начал сам делать ремонты в квартирах. Это зубной, который открыл свой кабинет и сам лично обслуживает клиентов. Это продавец, который решил открыть свой магазинчик, и сам вот в прилавках стоять, сам закупать товар, все делать сам, собственное дело. В чем здесь есть свои плюсы и минусы? Точно так же у вас нет начальника. Это, наверное, самый большой плюс, который есть в этой категории, потому что в большинстве случаев все талантливые люди, они не всегда комфортно работать с начальником, а начальники не всегда хорошие дяди, которые вас похвалят и порадуются вашим успехом. Так вот, нет начальника, вы сами решаете, когда, сколько, в какое время вы будете работать, вы планируете свой день, и, в принципе, вы распоряжаете своем времени. Минусы, конечно же, здесь есть минусы. Минус 24 часа в сутки. Вы не можете спланировать свой день так, чтобы растянуть его. Даже у самого лучшего парикмахера всегда будет ограничено число посетителей в день, потому что он просто физически не сможет их обслужить. То же самое строитель и так далее. Все ограничено количеством часов. И, конечно же, если говорить здесь, то вы в большинстве случаев, те, кто работает в собственное дело, они работают еще больше. Не в 8 часов их рабочий день, а все, мне даже говорили, и до 12, и до 16, и сутками напролет, потому что понимают, сколько они сделают, столько они и получат. Любые их действия, они им отдаются. Ну, конечно же, есть тоже те люди, которые более предприимчивы, понимают перспективность направления работать самих на себя. И, ну, наверное, в этой категории, что все-таки все равно ограниченное количество денежных средств, которое обуславливается количеством часов. Обслужить количество людей, то есть вот в этом, наверное, их минус. Переходим дальше в следующую категорию. Бизнесмен. Кто этот человек? Это тот человек, который уже понимает, что ценит свое большее время, и другие люди начинают работать на него. Он уже владеет сетью каких-то, либо магазинов, либо на него работают люди, и это больше доход. Какие примеры можно привести? Например, вы открыли парикмахерскую, и на вас работают люди. Вы не зависите от того, сколько, ну, то есть не зависите от этих людей. Вы можете планировать свое время как угодно, все равно люди, другие парикмахеры будут работать на вас. Эта сеть, например, в магазинах вы открыли, продуктов питания. Ну, вот, к примеру, любые продукты питания, которые вам приходят на ум, это сеть, к примеру, если. То есть, конечно же, директор всех этих сетей магазинов не зависит от того, будет он на рабочем месте, не будет, все равно эти магазины будут работать на него. И, конечно же, это большие риски. Больше риски в том плане, что большинство предприятий, которые начинали свое собственное дело, в первую очередь, они рисковали своими денежными средствами. И если говорить о статистике, то 10% тех людей, которые начали свое дело, только преуспевают. 90% прогорают через 5 лет, такова статистика, через 5 лет те люди, которые начали свое дело, они просто исчезают, их предприятия, их фирмы. И если говорить об инвесторе, следующая категория, то здесь уже это те люди, деньги, которые работают на них. Это, например, положили деньги на расчетный счет, процент приносит вам доход. Но чтобы были хорошие проценты, хорошие деньги, вам чтобы приносились, нужно, чтобы было что положить. Поэтому в большинстве случаев категория бизнесмен и переход в категорию инвесторов. Это самые обеспеченные две категории людей, которые есть. Но почему мы не переходим в эти категории? Это финансовые риски. Вот скажите, из всех, кто здесь присутствующих, откликнитесь, кто-то думал открыть собственное дело, хотя бы хоть какая-то мысль у вас появлялась, вот было бы хорошо, если бы я работал сам на себя. Вот было бы хорошо, если бы у меня был собственный магазин, собственная фирма, собственный детский садик, собственная школа. Я бы сам решал, как, что делать. Откликнитесь, если кто-то думал хотя бы хоть раз. Да, думали. Но почему мы это не делали? Потому что риск, финансовый риск есть. И мы боимся рисковать своими деньгами, потому что мы не знаем, как у нас получится ли. И цель нашего проекта, чтобы мы все перешли в категорию бизнесмен и инвестор. Когда вы можете получать хороший доход и при этом иметь свободное время. Давайте же поговорим о том, что предлагает наш проект. Проект, я еще раз повторюсь, называется интернет-проект «Территория роста». И поговорим немножко о его преимуществах. Во-первых, то, что много для всех важен, доход официальный. Вы выбираете сами, когда вам, в каком банке вы хотите обслуживаться, на какую карточку вы хотите получать ваш доход. То есть это не виртуальные какие-то деньги, потому что в большинстве случаев интернет сейчас очень пестрит различными объявлениями, доходом, какими-то казино, где вы можете получать деньги, но вы не можете быть уверенным и гарантированным, что эти деньги вам поступят. Это всегда какие-то рискованные. Здесь вы можете быть уверены в том, что, во-первых, доход официальный. Вы получаете деньги на карточку, придете в любой банкомат, снимаете и тратите на те нужды, которые вам необходимы, на ваши желания, на ваши мечты, то, что вам нужно. Самое главное для меня – это нет в зависимости от начальника. Я помню, когда я работала на государственной работе, для меня было самое ужасное, когда в субботу звонил мобильный телефон, и мне говорили, что нужно выйти на работу, потому что у меня была профессия, связанная с ненормированным графиком, с клиентами. По профессии я экономист-маркетолог, поэтому в субботу для меня звонок – это было хуже всего на свете. Я не могла никогда спланировать свои выходные, не могла спланировать свой вечер, потому что в большинстве случаев мне приходилось оставаться после работы. И поэтому для меня это большой плюс – нет зависимости. Ты можешь сам планировать со своей семьей, проводить время. Тебя не могут уволить, сократить или наказать. Вы сами себе начальник. Конечно, здесь не говорят, что здесь не нужно работать. Здесь нужно работать. И получаете деньги только когда вы влаживаете свои усилия, но вы сами решаете, когда, сколько, какое время вы хотите поработать. И вы можете спланировать отдых со своей семьей, вы можете спланировать свои какие-то важные дела, но в то же время вы можете одновременно работать. Нет финансовых рисков. Я считаю, что это очень важно, потому что тут квадрат денежного потока, вы здесь ответили, что многие из вас желали открыть собственное дело. Но не было эти финансовые риски, они очень пугают. И вы здесь можете без финансовых рисков открыть собственное дело, быть владельцем собственного интернет-магазина, управлять им так, как вы считаете нужным и так, как вы предполагаете его развитие. Личность на развитие. Конечно же, у нас проходит очень много вебинаров, очень много встреч, где вы учитесь чему-то новому. Скажу, что у меня до того, как я стала участником проекта, у меня не было такого количества общения, такого количества живого общения, навыков программирования, навыков выступления. Ничего этого не было. Здесь развиваешься сам, учишься многому. И самое главное, что очень много людей с вами хотят поделиться. Поделиться своими навыками. И благодаря поддержке, которая существует командная, вы приобретаете навыки такие, которые вам необходимы на данный момент. Корпоративные мероприятия не только в той стране, где вы находитесь, в которой развиваете бизнес, это в Беларуси, но и в других странах, в которые вы захотите побывать. Потому что наша компания предлагает отдых международного масштаба и путешествия по всему миру. Здесь вы, я буду здесь еще рассказывать, наши лидеры путешествовали, не знаю, более семи раз обогнули земной шар, если проценировать все их путешествия, которые предлагали за счет компании. Признание и награждение. Кто из вас работал на государственной работе? Ну, не знаю, я говорила, что у меня уже есть с чем сравнивать. То в большинстве случаев, если вы что-то делали хорошо, то предполагалось, что вы это должны сделать хорошо. Никто никогда, ну вот я со своей стороны сужу, никто никогда не скажет спасибо, никто не благодарит так сильно, как здесь искренне. И действительно эмоционально за вас переживают, поддерживают. Автоматически, когда вы становитесь участником проекта, вы участвуете в благотворительности. Однозначно, знакомство и новые друзья, потому что так получается, что когда мы учимся в школе, в университете, то те друзья, которые у нас появляются в тот период, они остаются на всю жизнь. И последствия для того, чтобы приобрести новых друзей, то это очень редко происходит. Здесь, поскольку мы смотрим в одном направлении, мы стремимся к одинаковым целям. Так получается, что мы очень сплочаемся и становимся более дружными. Иногда так получается, что мы и крестим друг у друга, и свадьбы играем, и дни рождения отмечаем. Конечно же, новые друзья. Помощь близким людям. Можете осуществить какие-то мечты, желания своих близких. Может быть, это поездка куда-то на курорт. Может быть, это, например, отдых своих близких, либо обучение детей. Конечно, для большинства, поскольку я мама, для меня следующее преимущество, это возможность передачи бизнеса по наследству, это огромный плюс. Все, что вы, тот доход, который будет приносить ваш интернет-магазин, вы можете его передать по наследству своим детям. То есть, в любой момент, когда вы решите, что вы не хотите этим, вы можете обучить этому делу своих детей и передать тот доход, который будет приносить интернет-магазин вашим детям. Для многих это большой плюс. Так получается, что у нас в жизни, я часто слышу, что где-то по знакомству, где-то не всегда мы можем тот доход, который мы имеем в какой-либо сфере профессии, когда мы работаем, прийти и устроить своих детей туда. И не всегда та профессия, которую мы выбираем, устраивает наших детей. Иногда они выбирают совершенно другой путь. Но мы хотим, чтобы они были обеспечены в дальнейшем. Мы хотим, чтобы у них была какая-то основа уже сейчас. И они не начинали с нуля. Поэтому вы можете об этом уже сейчас подумать. И, конечно же, немаловажный фактор – это свобода. Свобода проводить время с семьей. Свобода выбирать хобби, которое вам нравится, а не на которое у вас хватает времени. Свобода дать детям то, что они хотят, дать то, что вы хотите детям. Может, это обучение, может быть, это отдых где-то, может, это поездка в Диснейленд. Неважно. Свобода. Вы сами свободны выбирать те подарки, которые хотите делать себе и своей семье своим детям. Отдыхать там, где вы хотите и с кем хотите. А теперь о нашем партнёре. Шведский бренд – компания «Рифлэнг». Почему именно я очень горжусь, то, что я сотрудничаю с этим брендом? У каждого из нас, когда мы приходили в компанию «Рифлэнг», было своё представление. Не всегда оно правильно, не всегда оно адекватное. Потому что до того, как я пришла в компанию, почему-то у меня было представление, что компания «Рифлэнг» – это каталоги. И компания «Рифлэнг» – это только продукция, которой мы пользуемся. И хочется вас познакомить больше с нашим партнёром. И что же на самом деле представляем мы? Компания «Рифлэнг» – это шведская косметическая компания. Швеция. О чём это говорит? Ну, во-первых, если вы начнёте проводить налоги, в Швеции – это всегда надёжность, это всегда очень этичные люди. И когда она основывалась компанией 49 лет назад, а это очень большой срок, если вы даже просто задумаетесь, 49 лет, почти скоро юбилей, 50 лет в следующем году, это, во-первых, очень большой срок и говорит о стабильности. Компания пережила кризис, она умеет хорошо управлять, маневрировать в различные периоды. И в первую очередь, конечно же, вот эти 50 лет на рынке говорит о том, что до сих пор компании доверяют. И компания сейчас развивается. Началось всего лишь, ну, вот в одной стране, в Швеции она появилась. И теперь она работает более чем в 62 странах. Почему 62 страны? Во-первых, важно. Вы можете развивать свой бизнес не касаясь своего какого-то родного города, своей улицы. Либо, если подумать о том, какой вот бизнес иногда традиционный, вы, если открываете магазин, вы можете обслужить покупателей, которые находятся только в вашем городе или только вот на вашей улице. Вы не можете дальше двигаться. Здесь вы можете двигаться вперед. 62 страны для вас открыты. Годовой оборот компании Reflame насчитывает более 1 миллиарда евро. Ассортимент насчитывает более 1000 единиц. То есть вы можете выбрать абсолютно разный продукт для каждого покупателя. Каждый здесь найдет что-то свое. Мы все разные. Абсолютно разные. Никому не нравится что-то определенное одинаковое. Поэтому каждый из нас может найти что-то для себя свое здесь. Компания имеет 5 собственных заводов. И они находятся в Польше, Швеции, Индии, России, Китае. Представлена бельжа Лондона в Стокгольме. Компания Reflame – соучредитель международного детского фонда. Фонда по паттернажам королевы Швеции Силии. Вот здесь вот представлена картинка. Начинала компания сначала сотрудничество с ней. Был основан фонд, который помогал деткам. Сейчас этот фонд развивается. И он называется Reflame Foundation. Поэтому если вы будете видеть в каталогах какой-то либо продукт под этим значком, вы автоматически принимаете участие в благотворительности. Не всегда мы имеем возможность времени помочь деткам. Если вы просто пользуясь какими-то любимыми продуктами, вы уже автоматически участвуете в благотворительности. Продукция Reflame содержит лишь натуральные ингредиенты. Дело в том, что компания основывалась, когда только была задумка основать ее, изначально в тот год, в 1967 году, было модно все ненатуральное. Кремпленовые платья, какие-то синтетические волокна. И два основателя, Роберт и Йона Сафьёкники, решили, что эта компания будет натуральная. Натуральные соки, вытяжки из растений, они очень рисковали, но они рискнули. И сейчас, на данный момент, все самое ценное, это, конечно же, ценное натуральное. И еще что хочется сказать. Когда открываешь свой собственный интернет-магазин, всегда задумываешься, как ты будешь раскручивать бренд. Сколько ты будешь влаживать денежных средств, чтобы просто об этом бренде услышали? Здесь вам не нужно влаживать какие-либо средства в том, чтобы этот бренд кто-то услышал. Чтобы этот бренд кому-то доверял. Чтобы эта косметическая компания узнала, этот бренд уже номер один. В 2015 году компания Reflame в Беларуси получила номер один среди всех косметических компаний прямых продаж. Номер один. Что это значит? Это значит, что первое, о чем мы думаем, какую косметику купить, в большинстве случаев все и думают, что компания Reflame. И в чем еще наши плюсы? Конечно же, плюсов много. Наша косметическая продукция получает очень много премий. Премия Allure, премия журнала Cosmopolitan. Большинство из наших продуктов получает патент как уникальный. Например, серия Novage, которую вы видите, у нас тоже есть представлены картинки. Она запатентована, его формула. Многие продукты тоже имеют патент. То есть это говорит о уникальности продуктов. Но и кроме этого говорит, поскольку получает премии, например, как туалетная водичка Fifi, о том, что это популярные продукты. Это модные продукты. И нашими продуктами пользуются и рекомендуют звезды. Вы можете увидеть в каталогах, как некоторые из звезд высказывают просто мнение о том, как они пользуются продукцией. Но я не буду заострять много внимания. Я больше горжусь именно сотрудничеством компании Reflame со шведской семьей. Вот здесь вот в углу вы видите аромат Tenderly Promise. Здесь его представляет принцесса Швеция Мадлен. И вместе покупая этот аромат в следующем каталоге, вы автоматически участвуете в акции благотворительность. Все проданные средства от этого продукта автоматически участвуют в благотворительной акции деревни. И здесь белорусские деревни. Здесь, в принципе, вы можете много увидеть тех звезд, которые рекомендуют. И в первую очередь, конечно же, это говорит о том, что этим продуктам доверяют. Но кроме звездного сотрудничества, тех, кто пользуется, компания сотрудничает со звездными профимерами, звездными дизайнерами, звездными модельерами. К примеру, есть, например, украшения, которые французским ювелиром разрабатывались. Здесь Estelle de la Lange, если не ошибаюсь, здесь вы можете увидеть серию Giordani Gold колечко, где она специально украшения разрабатывала. Valérie Aslala, которая шведский дизайнер, который иногда разрабатывает украшения. Но я хочу немножко уделить ваше внимание нашему парфюму. Известные парфюмеры, которые точно так же наравне с нашими ароматами создают ароматы для известных домов. Нина Ричи, здесь есть также ароматы, к примеру, Шанель, Версачи. То есть абсолютно наравне, в равном ряду они создают. А знаете, парфюмеры это всегда люди творчества. Они не могут как-то что-то недодать своему творению. Поэтому они точно так же влаживают душу в любой из продуктов, которые вы видите в наших каталогах. Любой продукт, любая туалетная вода создается всегда каким-то парфюмером, который уже имеет какую-то основу, имя. Например, серия Valoré, серия Ecla, которую вы видите. То есть всегда парфюмерная композиция продумывается. И в большинстве случаев некоторые наши продукты разрабатываются от 3 до 7 лет. То есть если говорить о парфюме, сначала задумывается задумка, какую женщину он представляет. Потом представляет, во что она одета. И после этого, конечно же, разрабатывается парфюм. Поэтому вы, листая наши каталоги, пользуетесь ароматами известных парфюмеров. И та категория продукции нашей, продукции для здоровья, это категория Wellness. Если говорить о категории Wellness, то здесь это категория для тех, кто уже сейчас задумывается, какие продукты покупает он в магазинах. Скажу, что сейчас большинство производителей заинтересовано в том, чтобы сохранить качество продуктов. Не качество, а сроки годности продуктов, минусуя его качество. Сейчас очень глупо надеемся на то, что зайдя в магазин, приобретая фрукты, которые зимой, либо что-то консервированное, мы получаем полностью все, что нам необходимо для того, чтобы быть здоровыми, чтобы выглядеть хорошо. То есть очень часто сейчас мы задумываемся на том, чтобы как-то дополнить свой рацион. И в Швеции разработалась такая линейка Wellness. В Европе очень популярно вот это течение жизни под стилем Wellness. И скажу, что это продукты для здоровья. Пользуюсь я, моя семья, моя дочка очень любит Омега-3. Эту продукцию вы можете приобретать в аптеке. Приходя в аптеку, вы приобретаете эти продукты, то есть имея сертификацию не только нашу белорусскую, но эти продукты имеют сертификацию международную. Здесь вы видите на экране много сертификатов. Но я обращу внимание, что эта продукция имеет стандарт GMP. Это самый высокий фармацевтический стандарт, который есть на данный момент. И этого стандарта в аптеках витаминов вы не найдете, кроме наших Wellness. То есть если вы даже захотите найти этого высокого стандарта, какие-то либо продукты, вот витамины, либо Омега-3, вы их не найдете. Потому что это очень дорогостоящая сертификация. И в большинстве случаев этот сертификат получают только натуральные продукты. И должно быть контролируемо вплоть до сбора сырья и до поставки клиентам, как покупаются через аптеку или нет. То есть это тоже контролируется этим стандартом GMP. Наша продукция Wellness получила премию «Здоровое питание». Вот вы видите сертификат. И один из известных людей, медийных, это контрольная закупка ведущей. Вот тоже независимое исследование, которое проводилось этим. Проект был здесь, получила премию в категории «Витамины и минералы» нашей линейки Wellness. Если говорить дальше о таких фактах, как я говорила уже, многие из нас мечтают путешествовать. Так вот, лидеры компании Reflame 7 раз обогнули земной шар. Если просуммировать все путешествия, которые компания предлагала, не то чтобы за счет заработанных денег, а то, что она дарила, как вознаграждение за проделанную работу. Я скажу, что путешествия начинаешь ценить, когда это начинаешь делать. Мы впервые с мужем побывали во Франции. Это было, наверное, моей голубой мечтой. Так вот, скажу, в каждой стране это уникальность своей архитектуры, людьми, которые там есть. И мои, наверное, любимые города это Париж, наверное, своими улочками, Амстердам своими каналами и лодками. Поэтому я вам желаю побольше путешествовать, и чтобы у вас было больше возможностей показать не только себе, но и своим близким. Отдыхать там, где вы хотите, и где вы хотите, и с кем хотите. Я думаю, вы этого хотите. Так вот, всегда возникает вопрос. Мы познакомились с компанией. Что делать, что я могу здесь делать, и кто мне в этом поможет? Да, кто-то хочет в Париж. Скажу, что это очень красивый город. Я немножко вас подразню, чтобы вам побыстрее захотелось путешествовать и зарабатывать деньги именно на путешествия. Мне очень понравился Париж именно не Филевы башни, а в Париже есть такой холм, называется Мунмантер. На этом холму стоит собор. И с этого собора спускается лесенка. Так вот, вечером в Париже есть такая традиция на этом холму собираться. Молодежи не только. И летом, в вечернее время, там показывают кино. Поэтому вы представьте, что вы сидите на травке. За вами находится собор, очень красивейший. Справа по сторонам находится известный квартал, где создавали художники свои известные творения. И вы смотрите, просто отдыхаете, сидите на травке, смотрите кино. Вот, наверное, ощутите этот дух, влюбиться в этот город. Я вам желаю. Найдите тот город, где вы будете отдыхать с вашей семьей. Найдите то счастливое место, где вы будете получать свои новые впечатления. Но все равно все начинается с того, что вы же какие-то начинаете действия. Действия для того, чтобы что-то изменить. Так вот, в чем уникальность нашего бизнеса? В том, что всегда у вас будет поддержка. Поддержка от того человека, который вас пригласил. И, как я говорила, здесь в компании Reflame у меня первое представление было, это каталоги. О, Боже, мне надо будет показывать каталоги. Я не продавец, ни в коем разе. Первое представление у меня было, о, Господи, мне надо продать 100 шампуней для того, чтобы что-то получить. Или там 50 гильд для душа. Ну, плюс в том, что вам не надо продавать, забыть про каталоги, забыть о том, что вам нужно это делать. Ваша задача абсолютно другого плана. Дело в том, что в компании Reflame есть глобальный интернет-магазин. И на его базе для вас будет создан персональный интернет-магазин. И абсолютно каждый пользователь, который будет здесь пользоваться, покупать, будет покупать по одинаковым ценам. У нас со скидкой минус 20% на прямую производитель. Конечно же, как владелец своего интернет-магазина, вы тоже будете иметь скидку 20% на весь ассортимент. И, как я уже начинала, почему мы делаем покупки в интернет-магазине? Потому что это выгодно. Выгодно. И в первую очередь здесь точно так же вам выгодно покупать у себя. Вы сами себе создаете товарооборот, вы сами себе делаете покупки на прямую от производителя. Вы будете уверены в качестве, поскольку это Швеция. Суть любого бизнеса, а если мы говорим о магазине, это, конечно же, создание товарооборота. Любой абсолютно. Я сегодня называла очень много профессий, например, если говорить о парикмахере. Парикмахер заработает, когда у него будет много клиентов. Стоматолог, он оказывает услугу, но он заработает только тогда, когда у него будет много клиентов. Если говорить о простом магазине, то продавец, директор магазина заработает только тогда, когда в его магазин будут приходить клиенты и будет товарооборот. И чем больше товарооборот, тем более прибыльный бизнес. Я думаю, вы с этим согласитесь. И есть много способов создания товарооборота. Мы сейчас поговорим о двух из них. Два способа создания товарооборота, которые вы можете сделать в своем собственном магазине. Первый способ – это личная рекомендация. Личная рекомендация, когда вы каким-то продуктом пользовались и этот продукт порекомендовали. Я скажу, что мой первый продукт, который я попробовала в компании «Рифлэм», это была туалетная водичка «Льви». Мне настолько она понравилась, настолько понравился его легкий аромат, легкая нежная текстура. Мне понравилась его легенда про принцессу леса, которая сидела на каношке и была как романтичная фея. То есть я о нем так одухотворенно рассказывала, давала всем понюхать, просто иногда проходила мимо, мне говорили, что очень приятно пахнет, и его заказывали. Конечно же, это моя простая личная рекомендация, даже не имея навыков продавца и не продавая 100 шампуней, у меня это очень легко и просто получалось. В чем же здесь плюсы, когда вы делаете товарооборот своего магазина сами? Во-первых, деньги вы получаете быстро, легко и престижно, поскольку вы уверены в качестве, это шведская компания, вы в этом уверены. В чем минусы? Во-первых, небольшой доход. Конечно же, если вы порекомендуете шампунь, доход меньше, туалетную водичку больше, но все равно доход небольшой. Не те деньги, за которые вы сможете поехать отдыхать, не те деньги, в которые вы сможете зайти в магазин и не задумываться о том чеке, который вам выдаст кассир. Так вот, здесь вы не отрабатываете столько, сколько вы бы хотели, вы ограничиваетесь количеством часов времени, сколько вы можете этому вниманию делить. Это вот один из способов создания товарооборота. Но мы сейчас будем говорить о другом. Наша цель проекта, чтобы вы стали бизнесменом или инвестором в том числе. Так вот, чем больше товарооборот, тем больше ваш доход. Создание миллионных оборотов в официальном интернет-магазине Арифлейн благодаря новым партнерам. Почему именно вот это направление мы сейчас развиваем? Потому что оно перспективное. В чем заключается работа каждого из участников этого проекта? Вот такой функционал, который мы выполняем. Это оформление заявок онлайн. В первую очередь это скайп-встречи. Поскольку работа через интернет, конечно же, преимущество у вас должен быть интернет рядом. Это работа в социальных сетях. Кто-то, наоборот, не выбирает не в социальных сетях. Главное выбрать тот метод, который вам будет комфортнее. Я говорила, что в чем плюсы работы на себя? Вы сами выбирайте там то комфортное метод, который вы будете работать. И тот, который будет приносить вам результат. Введение информационных рассылок. Ну и, конечно же, обучение онлайн. Сегодня мне с вами очень комфортно в этой комнате. Вы очень хорошо откликаетесь, вы реагируете. Поэтому вам большое спасибо. Потому что обучение онлайн – это не только для вас, но и для меня, конечно же, это удовольствие. И вот такой функциональ, который необходим здесь, в этом проекте. Оно очень несложное. Абсолютно всему легко научиться. Главное, чтобы у вас было желание. Есть такая фричь. Если есть желание, найдется возможность. Нет желания, найдется причина. Поэтому я вам желаю побольше желания. Поэтому всему можно научиться. Как я уже говорила, абсолютно каждый покупатель, каждый из нас, кто приходит в этот интернет-магазин, имеет скидку 20% напрямую от производителя. И поэтому любой клиент, которого приглашаете, будет создавать вам товар. Вы будете получать процент от покупок тех клиентов, которых вы пригласили. И чем больше товарооборот будет в вашем интернет-магазине, благодаря вашим усилиям, тем выше ваш доход. Давайте немножко посмотрим поподробнее, в чем суть здесь именно работы заключается. Такой пример небольшой. Представьте, что вы решили открыть собственный магазинчик в доме, где вы живете. Либо на улице, где вы живете. И решили, допустим, это косметика. И открыли, все расставили красиво по полочкам. И решили в каждую семью, в каждый дом, в каждую квартиру, в которую вы рядышком с вами, с соседем, зайти и предложить им дисконтную карту. Либо выгодные условия покупки. И, к примеру, каждая семья в среднем, ну вот такая статистика в Беларуси, в среднем на косметику, средства личной гигиены, в среднем на трате 300 тысяч белорусских рублей. У кого-то шампунь заканчивается, у кого-то зубная паста, у кого-то щетка закончилась, у кого-то краска необходима, на данный момент кому-то туалетная водичка нужна. Ну вот так вот, в среднем на месяц получается 300 тысяч белорусских рублей. И если вы, как владелец этого магазина, на первом этаже ваш магазин находится, и вы в каждую квартиру зашли, и вы предложили возможность быть клиентом вашего магазина. Конечно же, поскольку он находится близко, далеко не надо ходить, то, конечно же, вы, если бы я была жителем этого дома, то, конечно же, я делала покупки в этом магазине. И вот обычный дом, 180 квартир, 9-этажка, и, к примеру, каждый из этих людей делает покупку у вас. Заходит в ваш магазин, то ваш товароборот вашего магазина составит 54 миллиона. Внушительная сумма, согласитесь? Даже если кто-то не дойдет, 50 миллионов уже внушительная сумма. И точно так же, здесь, в чем суть этого проекта? В том, что сменить место покупок вас и ваших близких, ваших друзей на место покупок вашего интернет-магазина. Поскольку здесь вы уверены в качестве, здесь вы уверены в том, что это шведская компания, напрямую к производителю. Дешевле и в любое удобное место, где вы находитесь, в любом удобном уголке, где вы находитесь, потому что сейчас компания доставляет даже почты, где вам удобно. Компания сама продумывает логистику. Вам не нужно думать, как закупать продукты, где ее доставлять. Компания сама это продумывает. Ваша задача только организовать товарооборот этого магазина. Ваша задача организаторская, руководящая. И как работает наша схема? Мы ставим акцент не на приглашении клиентов, мы ставим акцент на приглашении партнеров. Партнерские отношения, которые точно так же, как и вы, будут делать вот этот функционал. Проводить встречи, оформление онлайн заявок. И видя, что делаете вы, вот в вашей команде, то, что зарабатываете вы, ваши знакомые смотрят на это и решат, что точно так же приглашают своих друзей, соседей пользоваться этой продукцией. В вашей команде становится 31 человек. Усредненно, если вы пользуетесь продукцией компании, скажут, что покупаете и продукцию Wellness для своей семьи, кому-то рекомендуете. То в среднем где-то на 100 условных единиц вы покупаете. Здесь ваш товароборот составляет 3100 условных единиц. Ваш доход примерно 200. И вы становитесь менеджером компании Reflame. Конечно же, самое главное искать партнеров. Потому что клиенты, чем интересно, что клиенты всегда, даже если сравнить с собой, не всегда мы постоянные. Девушки всегда эмоциональны. Сегодня здесь я приобрела, завтра где-то здесь. Поэтому всегда партнерские отношения доверительны, стабильны и более надежны. И если развивать дальше, точно так же, если мы научились чему-то, мы можем тех, кто вместе с нами в партнерских отношениях, научить точно тому же. Если вы научились готовить пиццу вкусно, вы можете научить ваших гостей точно так же дать рецепт и научить их готовить пиццу. Здесь то же самое, шаг за шагом. Получилось у вас, вы можете научить тому, что умеет ваших знакомых. Если вы уже рядом с кем-то, у вас всегда есть наставник. И наставник заинтересован в том, чтобы у вас получилось. То есть он учит тому, что вы уже умеете. Он учит тем же действиям и тем же шагам, что уже сделал сам. И рядышком с вами, взяв вас за руку, он ведет вас поэтапно. Когда вы сами стали менеджером, вы точно так же можете научить своих знакомых стать менеджером. Когда ваши пять партнеров становятся менеджером, ваша квалификация в компании директор. И, конечно же, это более высокий уровень дохода, и это более интересные преимущества. Во-первых, ежемесячный доход от 700 до 1000 условных единиц. Единовременная премия – 1000 долларов, которая вручается на банкете директоров от компании. Это всегда более торжественное, красивое мероприятие, где вы в вечерних платьях с чеком. И, конечно же, это корпоративный отдых. Участие в программе «Бонус роста» – 20 миллионов дохода. И это вы сами решаете, сколько вам необходимо. Участие в программе «Мой автомобиль». Как я уже говорила, банкет директоров – и это не предел. Конечно же, это много эмоций. И если вы становитесь директором, то точно так же вы можете научить ваших знакомых стать директором. Это более интересный доход от компании. Здесь уже компания будет вас благодарить за то обучение, за то время, которое вы вместе с вашим партнером идете вперед, за то время, которое вы тратите друг с другом, продвигаясь и развивая свой бизнес онлайн. И если говорить более интересно, конечно же, я как визуал, мне всегда интереснее увидеть, что же собой представляет банкет. Вот здесь вот вы видите тех людей, которых поздравляют на банкете директоров. Все они разные. Кто-то был экономистом, кто-то работал педагогом, кто-то уже, вот вы видите, совсем молодой, только вот студентка Юлия, вот здесь есть фото с человеком 1000 долларов. А кто-то, наоборот, только вышел, вот предполагал, что выйдет на пенсию, начал развивать свой бизнес. Сейчас на пенсии имеет и здесь доход, и одновременно доход в компании онлайн. То есть есть возможность дарить своим внукам, своим детям то, что они хотят, и, конечно же, быть более стабильным, более уверенным. Здесь вы можете создать просто платформу, отправной пункт, даже имея сейчас какую-то основную работу, вы можете создать себе запасной аэродром. Просто начните создавать себе запасной аэродром на всякий, ну вот, как говорят, на всякий случай. А вдруг этот случай для вас, вот, ваша судьба, ваше дело. Поэтому просто начните что-то делать, и у вас получится. Если говорить о том, где создавать свой бизнес, то, конечно же, если учиться зарабатывать деньги, то нужно это всегда учиться у профессионалов. Мы находимся в топ номер один команде Витебска и Витебска региона. Это Елена Рокочи и Денис Бирюков. Это организаторы нашего онлайн-проекта. Это седьмая топ-7 по счету команда в Беларуси. И, конечно же, это люди, которые умеют, которые знают это дело, и мы у них учимся. Они уже научили более 20 директоров людей, как зарабатывать тысячи долларов и выше. И продолжают этому учиться с нами. И, конечно же, мы гордимся тому, что мы обучаемся у них, развиваемся вместе с ними. И каждый сейчас из вас смотрит на экран и думает, какое же решение принять. Кто-то из вас думает, что слишком молод, кто-то сейчас влюблен, кто иногда думает, что слишком занят. У кого-то куча дел, куча работы и так далее и тому подобное. А кто-то думает, что вот ну все, слишком стар. На самом деле бывает иногда слишком поздно, только когда вас нет. Никогда не поздно начинать. Всегда только, только сейчас, только сейчас имеет, должно иметь для вас значение. Если вы решили пробовать, то у вас есть два варианта. Получится или не получится. И если вы попробуете, если вы решили не попробовать, то у вас всего лишь один вариант. Кто не стучится, тому не открывают. Кто не пробует, у того не получается. Поэтому я вам желаю пробовать и начинать действовать. И если вы все-таки решили действовать, то самое главное, закройте двери для сомнений. Потому что сомнения будут всегда. Даже у тех, кто начинает кататься на велосипеде, есть всегда сомнения. Даже у тех, кто начинает писать ручку, у них тоже есть сомнения у маленьких деток. А получится ли? Закройте двери для сомнений. Самое главное, действуйте. Это самое главное. И у вас есть человек, который вас сегодня пригласил, сегодня послушайте эту встречу. Мне было очень приятно с вами за ваши теплые отзывы, за ваши комментарии. Вам огромное спасибо. И если вас что-то интересует, и вы решили пробовать, то обратитесь к тому человеку, который вас пригласил на эту встречу. Потому что человек, который вас пригласил, расскажет, что нужно делать. Будет всегда вас поддерживать. И будете вы идти вместе рука за руку держать. И всегда будет у вас поддержка. И я вам, да, спасибо вам огромное. И я вас приглашаю в наш онлайн-проект «Территория роста». Я вам желаю успехов. Я вам желаю терпения. Потому что здесь вы сами, сами решаете, когда и сколько. Самое главное – ваши мечты, ваши желания. Что вы хотите здесь получить. И вы будете абсолютно правы любому вашему желанию. Будете абсолютно правы, если любое ваше желание, которое даже оно самое яркое, самое, кажется, вам неосуществимое. Потому что все здесь реально. Вот, вам большое спасибо за вашу душевность, за ваши слова. И, конечно же, вам удачи, успехов и карьерного роста вместе с проектом «Территория роста». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!